Против действий генпрокурора выступили главы парламентского и общественного комитета по борьбе с коррупцией – Егор Соболев и Виталий Шабунин. Общественники считают, генпрокурор не желает отправлять топ коррупционеров в тюрьму и отбирать у них имущество. Подтверждение этому – новые назначения. Десять дней назад процессуальный отдел в прокуратуре возглавил Олег Залеско. А именно его активисты обвиняют в том, что Виктор Янукович и его политические соратники до сих пор на свободе. Генпрокурор сделал ставку на тех, кто уже провалил всю работу. Больше того, он собрал возможность давать реальный результат в тех, кто его уже давал. Прикрываясь реформой, генпрокурор изменил полномочия руководителей отделов, подчеркивают общественники. И теперь молодые реформаторы Касько и Сакварелидзе подчиняются бездействовавшему Олегу Залеско. Все это для того, чтобы дела казнокрадов не были доведены до конца, считают активисты. Все дела, которые должны быть расследованы, не расследованы. И все высокопосудовцы, которые должны быть протяжены до ответственности, спокойно делают бизнес вместе с руководителями сегодняшнего государства. Активисты говорят, при таком руководителе системы не изменить. И уже начали собирать подписи в Верховной Раде за отставку Виктора Шокина. 150 подписей народных депутатов уже есть. Для начала обсуждения этого вопроса в парламенте нужна еще 41. Теперь в парламенте нет никаких причин не отправить этого генерального прокурора в отставку. Подписи про высказание ему недоверния теперь у меня. Все, кто хочет и может подписаться, пожалуйста, в любой час дня и ночи. За последние два недели, на жаль, подпись поставил только один народный депутат, это Игорь Луценко. Большая часть парламентариев также заинтересована в саботаже расследования дел экс-чиновников, уверены активисты. Ведь в Верховной Раде, да и в других эшелонах высшей власти, многие связаны со старой системой. Вы видите, что происходит в этом парламенте. Есть где-то 50-70 людей, которые не пришли красить и не крадут. И они пытаются заважать всем другим. Почему Порошенко позволил Шокина отпустить Клюев? Мы долго над этим думали и я скажу вам высказку нашей организации. Потому что если бы Клюев сел, он бы рассказал бы все про всех. Потому что Петр Алексеевич и сегодняшняя политическая элита вышла из старой элиты. Борцы с коррупцией считают достойными должности генпрокурора двух заместителей Виктора Шокина. В целом же уверены, что выбирать руководителя прокуратуры должна конкурсная комиссия по типу той, что определяла главу Национального антикоррупционного бюро.